здравствуйте дорогие зрители вы находитесь на канале отчислов diy в прошлом уроке мы создавали деталировку которая там буквально за пару кликов может поменять нам размеры всех наших деталей это детали каркаса и детали ппу а сегодня я вам покажу как посчитать стоимость материалов при определенной подготовке файлов у вас расчета себестоимости может занять буквально две минуты и кликов 10 что для этого нам потребуется нам потребуется наша деталировка список материалов стоимостью их и с определенными параметрами это длина ширина количество на складе описание материала волокно это расположение волокна вдоль длины тут у нас получается обрезка слева сверху установлена в 5 миллиметров на фанеру на поролон и на брусок это не надо внизу слева по нулям и приоритет используемого материала и также наша деталировка с определенной подготовки про эту подготовку я вам расскажу чуть чуть позже сейчас что в итоге получится закрываем эти файлы и открываем программу катинг оптимизейшн про эта программа доступна для скачивания на официальном сайте срок бесплатного использования где-то в районе 120 дней я честно не помню вот сайт этой программы у меня же стоит здесь переводчик поэтому перевело все на русский язык здесь можно скачать пробную версию прочитать про эту программу также посмотреть видео которые прилагаются к этой программе на этом же сайте и если мы опустимся ниже тут есть цены на одну лицензию там или на пакет лицензий на самом деле у меня есть для вас офигенная новость одна лицензия стоит 55 евро то есть я заплатил за одну программу в районе 6 тысяч рублей но я пообщался с разработчиком этой программы с компании кат оптимизейшн и договорился с ними что зрители моего канала в течение недели могут получить скидку в 50 процентов это двадцать семь с половиной евро цена очень низкая за эту программу это на мой взгляд купон на скидку я размещу дальше видео вот о том что эта программа может я соответственно вам покажу она в разы сокращает рутинную работу и в этом вы убедитесь но и сейчас я покажу вам как здесь можно произвести быстрый расчет на складе есть у нас клавиша excel нажимаем на нее импорт данных переходим в проект нашей таблицы материалов нажимаем открыть в программе есть три поля первое поле это наши детали второе поле это склад наших материалов и третье поле это поле результата раскроя у нас уже есть файл excel с нашими материалами мы нажимаем excel импорт данных переходим в папку с нашей таблицей список материалов при импорте данных мы сравниваем наши колонки с нашими наименованиями поменять их можно при помощи выпадающего списка нажимаем на выпадающий список и здесь выбираем что нам надо убираем галочку нажимаем ok списк материалов у нас подгрузился здесь у нас есть все что нам надо цена обрезка краев и размеры размеры этих листов дальше нам нужно подгрузить сюда детали это конечно можно сделать с помощью добавить набирать здесь длина ширина количество выбирать материалы вращение волокна то есть как не вращение положение волокна все такое но на самом деле это не тот метод то есть это ручная работа которая забивает ваше время ну представьте сюда нужно вбить 100 деталей да вы замучаетесь поэтому здесь есть отличная функция как загрузка через excel нажимаем открыть и выбираем наш файл деталировки дальше здесь точно также сравниваем наши столбцы убираем галочку с название наших столбцов и нажимаем ok все как мы видим подгрузились все наши детали у них прописаны материалы размеры и описание даже есть после этого настройках технических прямоугольной 2d ставим ширина пропила минимальные остатки я не ставлю по одной простой причине там работает по остаткам работает система таким образом что если вы поставить минимальный остаток 100 на 100 то есть он любую любой размер если будет меньше ста он будет их в отходы откидывать ну представьте у вас там полоса остается там 95 на 1525 это все улетит в отход поэтому я это не ставлю эту программу использую только для того чтобы посчитать стоимость материалов и сделать когда это необходимо сделать карту кроя нажимаем окей также перейдем еще в настройки в технический линейный 1d точно также поставим ширина пропила 32 и еще раз в настройки в технические в общем здесь поставим цена за лист это за лист материала да и оптимизация поставим посередине уберем сигалочки потому что нам не нужен не толщина кромки не шлифовки обрезка каждого края в начале нам не надо вот поэтому нажимаем ok все что дальше дальше просто нажимаем старт и ждем там буквально несколько секунд мы получили раскрою наших деталей здесь у нас порядка 30 страниц 29 везде есть карты кроя листов а тут также и бруски тоже существуют это все можно сохранить нажав сохранить все изображения и выбрать папку куда это все упадет но самое главное для меня сейчас но в принципе для нас сейчас это статистика вкладка статистика 2d что здесь есть раскроенные детали используемые листы но это соответственно количество можно увидеть список резов это все такое ну как бы я на самом деле ими не пользуюсь отходными остатками тоже по типу материала есть эта цена получается за раскроенные детали длина пропила здесь есть то есть по большому счету если вам надо посчитать стоимость пиления дата вы можете здесь посмотреть там 34 35 метров и 40 метров пива в режиме здесь листы и и какие детали вы крайне также этот списке они использую самое важное это все-таки общее общее что мы здесь видим цена цена распиленных деталей раскроенных деталей это поролон и фанера и также цена за все листы ну с учетом всех отходов остатков то есть просто за лист что дальше мы получили по большому счету мы получили себестоимость материалов какую использовать вам сумму эту или эту это важно свое усмотрение если вы являетесь как говорится умельцем который делает для себя то вам нужно рассчитывать конечно на вот эту сумму 34 324 если вы производственник то тогда я думаю что вам нужно рассчитывать вот на эту там с прибавкой 5 процентов на отходы или же самым простым способом я беру просто ну так чтобы было с запасом да я беру эту стоимость эту стоимость складываю их и делю на и теперь давайте посмотрим как как же быстро это все делается я же говорю о скорости об оптимизации о том что как сделать быстрее вот поэтому давайте посмотрим сколько это занимает времени выбираем сейчас control и выбираем все детали здесь нажимаем удалить и да хорошо я включаю секундомер вот он и давайте посмотрим насколько быстро это получится нажимаю старт секундомер пошел и я открываю эксель буду конечно еще зависит от того какую программу то есть какой у вас компьютер вот у нас наш наш файл вот она для раскроя опять же да это с объяснениями я все и давайте ширину посадки поставим там допустим 900 количество модулей 4 атаманку исключим из нашей из нашей конфигурации соответственно ширину подлокотника давайте поставим 300 а высоту подлокотника 600 все переходим для раскроя правой кнопкой обновить обновение произошло сохраняем и закрываем наш файл и теперь заходим сюда открыть выбираем наш файл открыть здесь убираем галочку ok нажимаем старт переходим самый конец статистика 2d и стоп 1 минута 40 секунд мы получили себестоимость по нашим материалам опять же говорю какую себестоимость убирать вам 41 580 или 32 208 или же сумму этих показателей деленное на 2 это уже выбирать вам теперь давайте перейдем к подготовке файла для таких быстрых манипуляций открываем наш файл изменяем а деталировка я сейчас сохраню ее как версия 2 и давайте приступим к настройке нашего файла первым делом мы выделяем нашу таблицу заходим формулы задать имя здесь мы пишем пиломатериалы нажимаем ok переходим в ппу точно также выделяем нашу таблицу задать имя ппу окей дальше переходим в каркас в excel есть невероятный инструмент который позволяет нам делать такие операции которые недоступны обычными средствами excel то есть это формула находится он на странице данные получить и преобразовать данные мы как раз создавали сейчас имена вот поэтому мы можем выделить нашу таблицу и нажать из таблицы диапазона нажимаем переходим редактор power query и как мы видим у нас сейчас здесь добавлен наша таблица что нам сейчас нужно сделать измененный тип мы сразу же удаляем нам он не нужен теперь нам нужно избавиться от нулевых строк переходим на столбец длина в выпадающем списке убираем в сортировке галочку с нул нажимаем ok теперь нам следует добавить столбец вращения идем в добавление столбца вкладка добавления столбца условный столбец условный столбец называем вращение имя столбца выбираем материал равно единице вывод единица в противном случае 0 именно в таком порядке нажимаем ok как мы видим у нас сейчас везде нулики но нам нужно эти нулики поменять на единички таким образом если у нас материал либо фанера тройка либо фанера пятнашка на брусках соответственно мне надо как там это дело исправить мы берем сюда и вместо равно ставим знак больше нажимаем enter и дальше переходим на вкладку преобразование замена значений и заменить ошибки выставляем 0 все теперь нам нужно наши столбцы расположить в таком порядке в котором нам надо то есть это длина ширина количество материала вращения и примечания в этом же порядке будем выбирать длина с контру выбираем ширина количество материал вращение и примечания правой кнопкой мыши щелкаем удалить другие столбцы мы получили список деталей нашей фанеры с нужным нам столбцом вращения к этой таблице нам нужно добавить еще детали ппу как сделать так чтобы не делать те же самые операции мы заходим в запросы правой кнопкой щелкаем по пиломатериалом нажимаем дублировать переходим уже в пиломатериалы 2 и поменяем имя на ппу дальше переходим в шаг источник шаги источник формуле пиломатериалы меняем на ппу и когда мы перейдем на последний шаг у нас все изменения сохранятся дальше нам нужно к пиломатериалом добавить нашу таблицу ппу переходим в пиломатериалы переходим на главную добавить запросы открываем выпадающий список и нажимаем добавить запросы добавляемая таблица ппу нажимаем ok дальше идем на на вкладку главное закрыть и загрузить в почему выбрал именно закрыть и загрузить в для того чтобы у нас не создавали здесь новые листы в качестве двух штук пиломатериалы и ппу здесь создать только подключение нажать ok дальше создаем сами новый лист переводим его самое начало как будет называться этот лист неважно но для общего давайте там напишем для для раскроя и здесь сейчас выделяем пиломатериалы правой кнопкой загрузить в мы выделили ячейку один таблица имеющийся лист один нажимаем ok у нас выгрузились только пиломатериал то есть это та самая таблица в которой сведены все наши все наши детали вот мы получаем такой список теперь нам нужно его проверить переходим в каркас выбираем здесь там тысячу как я уже до этого делал до количеству модулей можно выбрать два атаманка да ну а здесь все остальное переходим не давайте сделаем атаманку нет чтобы увидеть наши детали здесь вот поманки у нас нет значит по идее и здесь эти детали должны быть исключены переходим сюда правой кнопкой мыши обновить как мы сейчас видим у нас здесь появились пустоты переходим обратно в редактор запросов у меня эта кнопочка выведена вы можете сделать это другим способом запросы подключения два раза просто щелкнуть на пиво материалы и сейчас после добавления запросов нам нужно сделать просто еще дополнительный фильтр здесь выбрать пусто убрать галочку с пусто ok и нажать соответственно крестик сохранить да все мы отредактировали наш запрос теперь у нас не попадают лишние пустые ячейки сюда все после этого мы сохраняем наш файл днем сохранить и закрываем давайте здесь опять удаляю все контур и выделить удалить до открыть выбираем наш файл уже с измененной деталировкой изменим деталировка в 2 открыть здесь у нас все правильно совмещено убираем галочку ok и нажимаем на старт вот так легко и просто можно посчитать стоимость буквально там несколько кликов и за пару минут так что если вам было интересно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал если вы еще не подписаны оставляйте комментарии если есть возможность я вас прошу делайте репост этих видео ваши репосты ваши лайки ваши комментарии помогут этому каналу развиться поддержите мой канал для покупки программы вам нужно совершить определенные условия нажать на война у дальше заказать сейчас пожалуйста видите номер вашего купона раскрываем и здесь вводим купон пересчитать со скидкой вам программа пойдется в 2968 рублей всем удачи и пока до новых встреч